Ребята, всем привет! С вами Алексей, вы на канале Синтекстрой. Меня очень часто просят, чтобы я снял чистовую установку вот такого вот смесителя. Это фирма Hansgrohe. Это бокс универсальный, он подходит под любую систему именно фирмы Hansgrohe. Они есть с термостатом и есть обычный. В данном случае у нас будет обычный. Здесь мы будем использовать также все чистовое оборудование, тоже фирмы Hansgrohe. Вот такой вот комплект, это леечка, держатель для верхнего тропического душа, для лейки. Но я вам все это полностью покажу. Весь производитель был из фирмы Hansgrohe. На этом объекте мы уже с вами встречались. Это мы делали все вот эти вот выходы. Так что, думаю, при установке здесь никаких проблем не будет. Также мы здесь установим выходы для инсталляции. Эту кнопку для смыва, самый горшок. И здесь еще такой будет необычный вариант, если видим, да, выходы для полотенцесушителя. Здесь у нас, получается, расстояние было минимальное. Вот, полотенцесушитель изначально был закупленный. И вот этот вот проем, с учетом того, что здесь будет обналичник, и здесь максимально она вплотную под стенку, здесь будет чашечка зарезаться. Я также покажу, как это можно реализовать. Может, тоже у кого-то будет такой вот случай. Потому что не хотелось переносить вот этот проем сюда шире, с учетом того, что здесь будет как бы стрежка, да. И уже тут она уже по размерам. Так что, я вам покажу, как это можно будет реализовать, и как это будет выглядеть. Так что, ребята, садитесь поудобнее, а мы начинаем. Так что, поехали. Что мы делаем первым этапом? Первым этапом нам нужно сделать, срезать вот это вот основание. Мы сейчас берем, срезаем вот это основание. Здесь все это подрезаем. Так, чтобы руки не порезать. Все. Срезали основание, заподлицо, с плиткой. Если где-то там что-то торчит, мы с плитки подрезаем. Потом снимаем вот эту защитную пленку. И вот что у нас стоит внутри. Вот такая вот система. Дальше мы берем шестигранник. Откручиваем вот эту вот систему. Предварительно только перекрывшим воду. Потому что у нас был уже такой случай, когда они перекрыли, начали откручивать его просто вырвало. Чтобы вначале перекрыли, и потом начинаем демонтировать. Все, сняли. Здесь видим вот такая вот пластинка, которая соединяет вот эти вот части. Здесь видим на вот этой вот части вот такой вот неровность. Все вот эту вот часть, все эти неровности, мы начинаем подрезать так, чтобы у нас все было ровно под лицо. Чтобы не было никаких заусенцев. И дальше мы просто берем с набора, открываем коробку. У нас идут вот такие вот комплектующие. Видим, вот идет вот такой вот бокс. Как его, говорят, ставить. Здесь если видим, мы находим модель. Эту. Она вот здесь на коробке написана. 7145000. Так же самое здесь находим. 7145000. Значит мы знаем, что вот эта вот штука, если видим, да, она должна у нас стоять сверху. Вот так. А ручка, она снизу. Мало ли кто-то там, ну, ну, не знает. Всегда вот эта вот ручка, она стоит снизу. Ну, мало ли у кого-то возникли какие-то вопросы, чтобы не поставили. Поставили ее неправильно. Дальше мы ее вставляем сюда. Здесь если видим, да, у нас стоят такие вот резиночки. Вот. Здесь ничего сложного нет. Здесь если видеть на обозначение. Холодно должно быть справа, горячее должно быть слева. Это изначально нужно на данном этапе, когда у вас уже будет установлен вот такой вот бокс, это уже надо будет это учитывать, что холодное у нас всегда на смесителе идет справа, горячее слева. Сейчас мы просто его вставляем. Все. И подключим полтами. Такой вот шестигранник, он должен уйти в комплекте. Вначале просто наживляем все. А потом закручиваем. Остальные две стороны. Все. Мы знаем, что сейчас у нас уже зафиксирован здесь плотно. После этого, что мы делаем. Это много, кто не знает, вот эти вот швы, которые между плиткой и вот этим вот боксом, мы заливаем силиконом. Я потом дальше объясню, для чего это мы будем делать. Здесь видим, да, немного здесь раствора есть. Мы этот раствор, надо будет его собрать, так, чтобы у нас нормально прилег силикон. силикон. И это мы основание. Сейчас мы налаживаем сюда силиконом. Так, сейчас объясняю, для чего мы это делаем. Смотрите. Сейчас мы будем ставить вот такую вот накладку. Если видим, здесь у нас есть вот такая вот прорезь. Эта прорезь не просто так делается, это делается для того, чтобы здесь у нас где-то будет течь в самом смесителе, для того, чтобы эта вода у нас могла стекать. Здесь вот, например, по плитке, да, и мы могли видеть, что у нас действительно там течь. А если мы не промажем вот здесь вот силиконом, она может стекать и попадать непосредственно уже под плитку. И когда она будет попадать под плитку, вы об этом как бы увидите, но это уже будет поздно. Может быть такое, что это напитается плиткой водой и она может отвалиться. Видим, да, прорезь. Здесь вот таких стоят потаи. Эти потаи не просто так, это для того, чтобы можно было сюда закрутить вот такие вот пластиковые болты. прорезь снизу. Я думаю, не перепутаете. Вставляем вот так. Здесь есть резинки вот такие вот. Здесь все видно. Вот видите, резиночка. И она плотно прилегает уже к самой плитке. Если кому-то не хочется как бы крутить или они слишком длинные по карте, он может их обрезать, чтобы меньше их было крутить. Например, вот таким вот. Вы отметили, отмерили сколько можно и где-то можно часть этого болта, например, срезать. Тогда вам меньше придется крутить. Предварительно ровняем, чтобы она нас более-менее стояла. После того, как мы зажали, мы берем накручиваем нашу. Все видим, да? Так, он просто от руки. Здесь видно вот такая вот резьба. Мы его просто накручиваем. Ничего здесь тоже сложного нет. Берем накладку. Накладка здесь, если видим, также идет с такой вот резинкой. Вот и она плотно прилегает уже к основанию этой плиты. все. Давили. Все. Так вот. Все аккуратненько. Она выглядит. И дальше уже вставляем выход. Он просто одевается. Здесь видим уплотнительное у нас кольцо. Мы его просто одеваем и талкиваем туда до упора. Если видим, ничего сложного здесь нет. Вот этот шестигранник, все это видно, здесь под шестигранник закручивается. Стараемся делать так, чтобы он был желательно снизу. Чтобы его особо как бы не было видно, чтобы чисто у нас только был аккуратненький хром. Здесь, если видим, также идет у нас под шестигранник и здесь вот снизу. Мы просто здесь, если видим, одеваем. Здесь у нас такая вот прорезь. Видим, да? Мы ее просто одеваем сюда. Одели. Предварительно чуть-чуть поджали вот этот вот сам выход. Чтобы у нас она лезла. Все. У нас стало. Берем шестигранник и закручиваем. И она у нас вот так работает. То бишь мы открыли, потянули и у нас работает верхний тропический душ. Все. Эта часть у нас уже готова. Сейчас будем приступать к этой части. Откручиваем нашу заглушку. Здесь, ребята, я уже не стал показывать, как я ее накручиваю. Здесь просто вот такой вот уголок и с резьбой. И вот такая вот накладочка. просто вкручивается туда. Спаковываем, вкручиваем и ставим вот такую вот накладную чашечку. Вот она вставляется. Видите, здесь отверстие. Ставили. Надавили. Все. Она уже стоит, стоит ровно. Выровняли, как она должна быть. И вот так она будет выглядеть. Как делаем сверху? Сейчас я вам покажу. Такую стремянку поставлю. Сверху мы берем вот такой вот гусочок у нас. Он идет в такой вот накладке. Она здесь вот. Накручиваем эту накладочку бронзовую и чашечку. Дальше вставляем в резьбу и так же самое накручиваем. Можно что-нибудь ставить сюда, чтобы она легче закручивалась. Ставлю шестиграничка. Дальше мы берем вот такой верхний душ тропический. Вот здесь вот, если видно, стоит сетка вот такая с резинкой. Сетку мы не убираем для того, чтобы не засырились наши вот эти вот форсунки. Проще будет открутить, выкинуть мусор через вот эту вот сетку, если вдруг такое будет, чем менять вот эту полностью систему. Это что? Это оставляем. Здесь тоже ничего сложного нет. И вот так он примерно получил. После этого уже подсоединяется вот эта лейка. Лейка накручивается вот сюда. все видно, да? Вот здесь вот есть только вот отверстие. Здесь еще стоит обратный клапан снизу. Если здесь видно, вот обратный клапан. Все. И потом мы уже пристреливаем наш держатель для лейки там, где вам будет удобно. Сейчас мы его пристреливать не будем. Это лучше согласовывать уже с заказчиком для того, чтобы потом не было никаких нюансов. Потому что кто-то хочет на эту стенку, кто хочет на эту, кто-то хочет на эту стенку. Вот. Лучше это согласовать, когда уже твой заказчик, и тогда уже просверлиться и сделать. Я бы, например, на данном этапе сделал бы примерно вот так. Ниже не получится. Почему? Потому что отсюда идет труба у нас уже на вот этот вот выход. Потому что можно встроиться в трубу. Это тоже надо обращать на эту дни. Все. В принципе, вся установка уже готова. Ничего, если видим, сложного здесь нет. Последний штрих это мы берем наши все эти вещи. Натираем, чтобы здесь не было никаких царапин. И все это мы проверяем, чтобы потом заказчику можно было уже сдать готовую работу. Ну, вот так все выглядело. Ну, что. Сейчас мы будем дальше собирать все чистовой оборудование. Я в конце покажу, что у нас получилось. Так, ребята, у нас получилось. Мы дождались заказчика. Он показал, где повесить дождик. И мы его закрепили. И вот таким образом у нас здесь все получилось. И здесь видим все заподлицо с плиточкой аккуратно. Здесь холодная горячая вода. когда оттягиваем при включенном кране, у нас будет включаться дождик. А так будет работать верхний тропический дождик. Никаких здесь труб ничего нет. Это удобно для хозяек, чтобы просто протерли плитку и здесь уже будет эстетический вид. Не будет никаких разводов на кроме. Чисто только на вот этих вот части. шланг как мы видим здесь идет уже такой силиконовый. При нагревании он выровняется и будет уже ровненько. Вот такой довольно надежный шланг. И что мы еще сделали? Установили инсталляцию. Вот установили чистовое. Все работает. Смывается крышка с плавным плуском. Здесь все просиликонили. Все четко также подошло. и два крана. Здесь как мы еще сделали. Здесь один провод сделали на холодную воду. Вернее на горячую воду. Мы там намотали на этот сам кран. Закрепили. А этот для этого крана мы если видим вот так зарезали. Зарезали здесь под чашечкой. Зарезали и пустили. Потом уже намотается уже и полотенцесушитель. Вот этот он здесь стал. Сейчас я вам покажу снизу. Подошла чашечка смотрите. Все как четко заподлицо подошла чашечка плитки. ее зарезали и вот так установили. Нигде здесь никаких нету желтых таких следов эксцентриков. Все четко заподлицо. Только идет черная чашечка, гайка и сам выход для полотенцесушителя. И вот так все это смотрится. Все что ребята надеюсь вам видео было полезно. Обязательно поддержите нас лайком, напишите какой-нибудь комментарий. С вами был Алексей и всем пока. До новых встреч. До новых встреч. субтитры